Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи! Сегодня решила с вами пересадить новенький цветочек. Продала я одну свою монстер, у меня из двух осталась одна. Тоже она у меня еще на продаже стоит. Но один цветок продала и вернулась сразу с другим цветком. Но в переходе шла, и там бабулечка продавала пионы, лучок и вот такого чудесного. Смотрите, какой он красавчик. Не знаю, как называется, но подозреваю, что это сингониум какой-то. Очень интересный, очень красивый. Она даже фотографии показала взрослого растения. У нее в разных горшках сидят такие вот прям могучие кусты. Попросила она мне сразу его пересадить, потому что, ну, очень тяжелый горшок, влажная земля. Такое впечатление, что это, ну, садовая какая-то земля. Она даже зеленоватая сверху. Ну, в общем, нужно растеницу дать такую дышащую землю, я так понимаю. Ну, и за разговором давайте сразу это. Это как, знаете, святое место пусто не бывает. Освободил с места. Сегодня, кстати, отдала еще эти луковки, которые в феврале в фикс-прайсе покупала. Они выросли в полутораметровую траву и не цветут. Но начали подсыхать кончики. Ой, ну и земля. Начали подсыхать кончики, потому что я предполагаю, что маловато горшок для них. Поэтому надо будет расти, а у меня обычные гашки цветочные для них. Поэтому я отдала девушке на районе тут просто так. Они на дачу их высадят. Да, даже с корней и... Как ее... Землю-то эту снять? Палочку возьму. Хорошо, рядом все. Так, палочка. Шпажка. Неожиданно я как-то привыкла, что грунт раз и высыпался. Ну, думаю, сейчас с моим воздушным грунтом. Давайте я сразу вам... Тут, видимо, отрезался какой-то черенок или от материнского растения это отрезалось. Грунт у меня мусорный, так сказать, из всего, что было под рукой. Но он очень воздушный. Там есть циолит, циолит, песочек, универсальный грунт, кокосовый торф, вермикулит, по-моему, есть немножко-немножко. Этот, господи, как он называется? Не прямо стекло, а беленький такой. Ну, знаете, разрыхлитель белый, как он. Господи, из головы вылетело, представляете? Так, ну, наверное, все, не буду я больше сильно. Итак, сделала, что смогла. В общем, старушка, бабушка, одуванчик задушевно показал мне фотографии. Рассказал, что очень неприхотливый цветок. Вот так корневая выглядит. Не буду я в этот стаканчик сажать. Буду сажать вот в такой красивенький. Так, уберу вот это. Мешается. Если вы знаете, кстати, как называется цветочек, я вам буду благодарна, если вы напишите. Потому что я абсолютно не уверена. Вот у меня вот такой рыхлый грунт. Наверное, вот так сразу сделаю. На дно немножко. Не буду никакой дренаж делать, потому что там ножки у горшка. И посажу, собственно. Тут четыре кустика. Вместе посажу, и пускай растет и размножается, так сказать. Когда будет большой, то пересажу в горшочек. Покрупнее его. Ну, конечно, листочки у него вот эти вот прям совсем беленькие, видите. А здесь позеленее есть. Я пыталась в интернете найти, но что-то у меня не вышло. Как-то кокосовое волокно вместе с торфом. Такой большой брикет я покупала, чтобы, ну, повыгоднее получилось. Он огромный просто, он никуда не помещается. И мне его очень трудно было размочить. Это делала я в несколько этапов. Так, опять я хрю-хрю. Хрю-хрю. Так, ну, вроде все. Воздушный очень грунт. Хозяйка обещала, что как только ему побольше дашь горшочек, он сразу начнет у меня мощно расти. Так, что-то я его как-то не так посадила, что ли. Что он у меня в одну сторону наклоняется. В общем, вот как-то так. Сейчас этикеточку, этикеточку я написала. С даты покупки, посадки. Что это сингониум предположительно. Все. Смотрите, какая красота получилась. Ну, милота вообще. Вот случайно. Я говорю, мои цветы меня находят. У него, правда, здесь еще два таких длинных стволика. И вот здесь вот корешочки. Женщина сказала, что можно обрезать и вот так посадить. Но, мне кажется, еще рановато. Пускай он так кустом растет. Потому что, опять же, по заверению хозяйки, он и так спокойно вот разрастается. Не лианоподобный. Вот лиану мне, конечно, некуда. Я не очень любитель там на пол ставить и все это заплетать. Потому что это потом очень трудно мыть и так далее. Но эпипремному у меня все же появились. Я их кучкой хочу посадить, чтобы они у меня как традисканцы такие огромные были. Но посмотрим. Время покажет, собственно, что загадывать. Загад не бывает богат. Ах, красота. Спасибо большое за внимание. Всего вам хорошего, здоровья и прекрасного настроения.